МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О событиях этого вторника в городе области готовы рассказать мои коллеги, корреспонденты ОРТ и я, Наталья Мороз, в эфире новости дня. Здравствуйте. И вот о чем расскажем в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пожар в Ясном унес жизни троих оренбуржцев. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Помощь погорельцам. Какой суммы в итоге получили жители поселка Калтубановский? Успеть за 40 дней. Ремонт дорог Оренбурга выходит на финишную прямую. Прожиточный минимум станет больше. Минтруд утвердил размер социальной выплаты. 13-летняя оренбурженка попала в Книгу рекордов России. Чем прославилась школьница? И начинаем с трагического происшествия. Пожар в Ясном унес жизни троих оренбуржцев. ЧП произошло сегодня ночью в 16-м доме на улице Полевой. Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, горит кровля на площади 120 квадратных метров. Ликвидировать возгорание удалось только спустя 5 часов. В пожаре погибли двое мужчин и одна женщина. Личности устанавливаются. Региональный следственный комитет начал проверку. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Ну а мы продолжаем. Погорельцы из поселка Калтубановский, что в Бузулукском районе, получили компенсацию и сейчас подбирают жилье. Напомню, крупный пожар произошел 28 августа. Огнем уничтожено 12 жилых домов с надворными постройками. Без крыши над головой остались 15 человек. Итоговые суммоподдержки складывались исходя из метража, умноженные на стоимость одного квадратного метра в поселке Калтубановский. Это в районе 14 тысяч рублей. Таким образом, компенсация составила 400 до 730 тысяч рублей. Местные администрации говорят, что на территории района возможно приобрести жилье в пределах выделенной суммы. Однако и здесь есть определенные сложности. На сегодняшний день есть уже семьи, которые подобрали жилье. Сейчас проходит процедура оформления. Другие семьи подбирают условия, чтобы жилье было не хуже состояния того, которое у них было. Есть, конечно, моменты, когда продавцы завышают цену жилья, которое они продавали. Считаем, что, наверное, неэтично поступают в таких случаях. Также из местного бюджета собственникам жилья выделена материальная помощь. Суммы разные – от 50 до 200 тысяч рублей. Напомню, очагом возгорания в поселке Калтубановский стал нежилой расселенный дом. Причина пожара – детская шалость. По данным прислужбам МВД, два подростка в заброшенном здании игрались с огнем. К другим темам. Стало известно, когда начнутся слушания по делу бывшего священника Николая Стремского. Дата была озвучена в Саракташском районном суде. Там же решался вопрос о дальнейшем месте содержания обвиняемого. Решено уставить бывшего священнослужителя в СИЗУ еще на 4 месяца до конца рассмотрения дела. Начало слушания назначено на 2 октября, сообщает при службе суда. Напомню, Николай Стремский обвиняется по семи статьям Уголовного кодекса, среди которых изнасилование, разрадные действия, истязание, вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Пострадало 11 подростков. Преступления, по данным Следственного комитета России, совершались на протяжении 20 лет. По делу также проходят дочь и зять Стремского. Их обвиняют в незаконном лишении детей свободы. Ну а сейчас о дорожной обстановке. В Оренбурге ремонт некоторых улиц перешел в круглосуточный режим. Как, например, на улице Туркестанской. Но это, скорее, исключение из правил. Сегодня наши корреспонденты проехались по самым проблемным участкам областного центра и оценили ход работ. Подробности далее. Так выглядел ремонт на улице Туркестанской две недели назад. Нет ни техники, ни рабочих. Вместо дороги – котлованы. А это уже Туркестанская сегодня. Перевести ремонт улицы в круглосуточный режим в администрации города решили после многочисленных жалоб оренбуржцев и представления от надзорных структур в адрес главы города Владимира Ильиных. Как посчитали в прокуратуре, за 9 месяцев с момента подписания контракта на улице Туркестанской выполнено около 5% от общего объема запланированных работ. На помощь подрядчику компании Дорстроева пришли три субподрядные организации. Теперь 24 часа 7 дней в неделю они снимают старый асфальт, отсыпают дороги щебнем. Нужно успеть в срок до 1 ноября. В соцсетях местные жители уже высказывают недовольство. Мы живем в доме номер 29. Все понимаем. Строят дорогу. Но как нам жить, если мы не можем даже уснуть? Ну хотя бы в полночь заканчивали шумные работы. Но рабочие отвечают, у них задача закончить все быстро. Сделать миссию выполнимой, успеть за 40 дней отремонтировать дороги должны подрядные организации и на других улицах областного центра. Медленнее всех продвигаются работы на улице Тихой. Она готова лишь на 1% от положенного объема. Вопросы к подрядчику есть и на Волгоградской. В прокуратуре посчитали, что она отремонтирована не более чем на 20%. Оренбуржцы опасаются, что эту улицу не успеют сдать в срок. Долго делают. И качество. Рабочих никого не видно. Вот сейчас сегодня только посмотрю, шевеляюсь. Местами делают, местами нет. Долго делали вот эту дорогу, тротуар, который идет оттуда и до 10 микрорайона. Все лето ее делали, 3 месяца. И то до конца не доделали. И вот на машине, когда ездю с отцом, пробки постоянные. Проблемными участками также признана магистральная, Роза-Лексимбург, Аксакова. Почему сроки срываются, для многих остается загадкой. Ведь министр строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области Александр Полухин в начале года говорил о том, что все контракты на реализацию федерального проекта были отыграны еще в 2019. Следовательно, подрядчики знали объемы работ и финансирование. А значит, могли рассчитать свои силы. Теперь за бессилие исполнители контрактов снова ответит профильное министерство. По поручению губернатора Дениса Паслера региональный Минстрой взял на контроль дорожные работы в городе Оренбурге. Особое внимание уделяется объектам, которые по срокам исполнения вызывают опасения у контрольно-надзорных органов. По договорам СУП-подряда на улицах Тургестанской и Волгоградской дополнительно работает общество с ограниченной ответственностью СУП-56, Оренбург-Ремдорстрой и компания Ортехцентр. Часть объектов будет ремонтироваться круглосуточно. Активно продолжается капитальный ремонт улиц Правды, Комсомольской и Оксакова, а также текущий ремонт других улиц. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На дня городской администрации обсудили ремонт дорог на будущий год. В планах привести в порядок участки на 46 улицах общей протяженностью 53 километра. На это планируется потратить более 2,5 миллиардов рублей. Для сравнения, в этом году сумма реконструкции дорог по БКД не превысила 2,3 миллиарда. Анонимы Хмалика Джумалиева, Игорь Бероев, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. Межрегиональное сотрудничество Оренбуржья с Андижанской областью. Об этом в понедельник шел разговор в региональном правительстве. Чтобы обсудить важные экономические вопросы, в областной центр приехала делегация из Республики Узбекистан. В Оренбургской области на сегодня проживает порядка 5 тысяч представителей узбекского народа. На заседании отметили, что Узбекистан – один из крупнейших внешнеторговых партнеров нашего региона. По итогам прошлого года внешний торговый оборот между двумя республиками составил свыше 128 миллионов долларов. По результатам первого полугодия отмечается рост взаимной торговли в два раза. Наш регион сотрудничает с Узбекистаном в сфере сельского хозяйства, торговли, промышленности, инвестиций, образования, здравоохранения. И основа Оренбургского экспорта составляет поставки сырой нефти и нефтепродуктов, черных металлов и изделий из них, машиностроительные продукции, электротехнические изделия, продукции химической промышленности, племенного скота и кормов для сельхозживотных, а также продукции пищепрома и картофеля. Основная цель нашей сегодняшней поездки – организация, ознакомление, проживание, нахождение и ситуация наших соотечественников, мигрантов, именно трудовых мигрантов. И хотелось бы сотрудничать в этом направлении и в экономических направлениях между двумя регионами. В завершении встречи достигнута договоренность о продлении взаимовыгодного сотрудничества регионов и ответном визите делегации Оренбуржия в Индижанскую область в ближайшем будущем. А сейчас прервемся и вот о чем расскажем далее в программе. Прожиточный минимум станет больше. Минтруд утвердил размер социальной выплаты. 13-летняя Оренбурженка попала в книгу рекордов России. Чем прославилась школьница? А мы продолжаем. Минтруд утвердил размер прожиточного минимума. Со следующего года он будет увеличен на 5,6% и составит 11 468 рублей. Величина прожиточного минимума утверждается на основании стоимости потребительской корзины. В нее входит минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых человеку для поддержания жизнедеятельности. По данным Росстата, во втором квартале этого года она подорожала на 6,3% и составляет 11 200 рублей. Как свидетельствуют данные статистики, уровень МРОД в следующем году будет выше по сравнению с периодом с января по март 2020 года. Она составит 11 468 рублей на душу населения. Это почти на 600 рублей больше, чем предыдущий показатель. Для трудоспособного населения он составит 12 392 рубля, пенсионеров 9 422 рубля, детей 11 423 рубля. Однако, конечная сумма в каждом регионе будет своя. К примеру, в Оренбургской области с учетом уральского коэффициента минимальный размер оплаты труда оценивается почти в 13 тысяч рублей. Если учитывать, что в следующем году МРОД повысится на 7,5%, то получается, что в нашем регионе эта цифра будет равняться 13 945 рубля. На кануне в Орске и чествовали пары, которые прожили вместе больше полувека. Сразу две семьи в один день отметили бриллиантовую свадьбу. Сотрудники отдела ЗАГС вручили им памятные подарки. А тех, кто несет свою любовь по жизни долгие годы, расскажет Анастасия Кубатко. Вот так уже 60 лет их кружит вальс семейной жизни. Сегодня в совместный юбилей бриллиантовую свадьбу Валентина снова сказала заветное «да». Евгений подтвердил – вместе до конца. Подписи поставили уже в книге почетных юбиляров семейной жизни. А началась их история, как в сказке. Влюбились с первого взгляда. Со свадьбы тянуть тоже не стали. Познакомились в 60-м году на стройках Гая. Валентина Мустафовна приехала с Острогорско-Воронежской области по Капсомольской путерке. Мы с ней там встретились, неделю повстречались и поженились. И вы сразу согласились? Да. Добавляет и ни на секунду не пожалела. За спиной 60 лет радости, любви и верности. Трое детей и столько же внуков. Несколько десятков покоренных вершин, и это в прямом смысле слова. У них не только одна любовь на двоих, но и общие увлечения, путешествия. Для полного счастья теперь не хватает разве что правнуков, шутит семья Остапенко. Но учиты Митяя этой радости предостаточно. Уже две правнучки. Вспоминают, как 60 лет назад он, амбициозный 20-летний юноша, делал робкие шаги, чтобы познакомиться с первой красавицей. Привезли нас в Красный Чабан. И там проектировались мы сперва. Сеяли, на посевной сеяли. Посевной сеяли, там расцветают больно хорошие тюльпаны, чтобы в степи. Я до того впервые их увидел. Нарвал букет тюльпанов и подарил своей жене. До сих пор он дарит ей тюльпаны. Она ему свою любовь. Каждые выходные в кругу большой семьи. Их фотоальбомы полны памятных снимков. А грамотам за любовь и верность нет счета. Секрет счастливого семейного долголетия видит в самых простых вещах. Друг дружку надо понимать, любить. Нужно, наверное, прощать друг друга. И будем жить дальше. Приходилось извинения прощать и все улаживать. На самом деле, признаются молодожены, секретов долгой жизни в браке тысячи. Но залог крепких отношений один. Любить и быть любимым. И главное, уметь прощать. Только тогда 60 лет пройдут, как одно счастливое мгновение. Анастасия Кубатко, Николай Баранников. Новости дня. Оренбурженка Кира Джумаева попала в книгу рекордов России. Всего за одну минуту девочка смогла 26 раз встать на мостик и вернуться в исходное положение. Таких результатов ее сверстники еще не добивались. С юной рекордсменкой встретились и наши корреспонденты. Она легко может сесть на шпагат и сделать сложнейшие гимнастические упражнения. Заниматься растяжкой Кира начала с 4 лет. Именно тогда впервые по телевизору увидела художественную гимнастику. И сразу же захотела заняться этим видом спорта. Сначала девочке помогала мама. В 11 лет тренер. Мы пошли в федерацию художественной гимнастики. Там очень хорошая тренер Александра Кошелева. Она Киру растянула еще больше. Потом по некоторым обстоятельствам мы перестали туда ходить. И дочь растягивается дома сама. Потом она начала хотеть чего-то достичь сама. И решила побивать рекорды, книги рекордов Гиннеса. Но сначала решили попробовать побить российский рекорд. Чтобы это сделать, 13-летней девочке достаточно встать на мостик и подняться с него не более 26 раз в минуту. У Киры это получилось. Теперь ее достижения красуются на страницах книги рекордов России. Девочка признается, она может гораздо больше. Не знаю, почему, правда, в России не сделала больше. Ну, это примерно, ну, где-то 39-40 раз. А такое количество достаточно уже для мирового рекорда. Пока Кира оттачивает свое мастерство. Главное признается спортсменка, чтобы в ответственный момент не закружилась голова. И чтобы заслужить мировое признание, темп при выполнении мостика должен быть очень быстрый. Но Кира уверена, это все мелочи. Ее личное достижение и выполнение упражнений 41 раз. В ближайшее время она планирует побить и этот рекорд. Наталья Мороз, Виталий Салтыков, Константин Воробьев. Новости дня. На этом все. Напоминаю, вернуться к этой программе, а также к другим телепроектам ОРТ вы всегда можете на нашем официальном сайте media56.ru, а также присоединяйтесь к нашим группам во всех популярных социальных сетях. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин